Наталья Някина не волейболистка. Она какая? Ты можешь творить все, что тебе угодно. По спортивному принципу это, ну, как? Либо продолжаешь, либо выбираешь тогда другое направление. Тебе обидно от этого вот именно в целом? Я об этом не жалею. Всем привет! На связи Тулицы. Мы готовы начинать знакомить вас с нашими новичками. А у нас их аж шесть человек. Долго думали, кто же будет первым. Решили подбросить монетку, и монетка так красиво упала, что мы так подумали, решили, ну, сто процентов должен быть Либера. Поэтому знакомьтесь, Наталья Някина. Наталья Някина, или как ее по-другому называют в команде, Няша. Родилась в городе Ульяновск. За свою профессиональную карьеру выступала в таких клубах, как Альтернатива, Юзгу Политех, Липецк, Ленинградка. И вот с 2021 года Наталья – игрок волейбольного клуба «Тулица». Но ее спортивная жизнь началась далеко не с волейбола. Меня мама отдала в три года заниматься художественной гимнастикой. Я прозанималась где-то лет 10. И раньше, в те времена, чтобы получить КМС, было достаточно сложно. Его выдавали, когда тебе исполнилось 18 лет. Вот. И получается, мне было на тот момент 13 лет. Я уже выполняла на КМС. То есть ты прям настолько серьезно занималась? Да. То есть я взялась за дело уже с трех годиков, поняла, что нужно идти к… Надо бомбить. Нужно бомбить, да. Вот. И получается, нелогично было мне крутить одну и ту же программу. Мама сказала, выбор твой. Либо продолжаешь, либо выбираешь тогда другое направление. И я решила, что, наверное, пора поменять направление свое. Вот. У нас в школе была секция волейбола. Вот. Я пришла на первую тренировку, посмотрела, втянулась. И мне очень сильно понравилось. И теперь вот я занимаюсь. Ну, подожди, нет. Вообще не могу понять. По спортивному принципу это, ну, как это вообще? Ну, то есть ты в 13 лет, ты выполняешь ту программу, которую выполняет КМС, но тебе не дают. Да. Вот так раньше было. Трэш. Ну, ты можешь крутить одну и ту же программу, выступать. Ну, продолжай заниматься тем же самым и ждать 18 лет, чтобы получить. Но тебе официально не могут вручить этот КМС, потому что тебе всего лишь там 13 лет. Но они могли принять твою программу, а через 5 лет тебе дают. Нужно подтверждать. Нужно подтверждать все время. Каждый год нужно подтверждать то, что ты достойна этого звания. Тебе обидно от этого вот именно в целом, на спортивную гимнастику за это? Вот этот период, то есть ты круто занималась, и на выходе, по факту, ну, не очень справедливое такое завершение все это. Ну, наверное, в 13 лет я не задумывалась об этом, что мне обидно или не обидно, потому что было очень много потраченной силы, энергии, терпения. То есть это приходилось мне совмещать в школу и гимнастику. Вот если сейчас подумать про то, обидно мне или нет, скорее всего нет. Закончилась гимнастика. Ты пошла в волейбол. Еще какие-то варианты альтернативные были спортивные? Или творческие, может быть? Да, был вариант легкая атлетика. Но? Но это маленько не то, что мне прям вот нравилось. Все-таки это разные виды спорта, например, если сравнить волейбол и легкую атлетику. Был тренер по легкой атлетике, который разговаривал с моей мамой, уговаривал, чтобы... Вот я выбрала легкую атлетику, потому что у меня есть бешеный потенциал. Он бы мог меня там раскрыть. Я бы выступала на всех соревнованиях, на которых вообще возможно. Я выбрала волейбол, потому что это у меня более как-то по душе, наверное, по моим эмоциям. Мне ближе этот вид спорта. Ну а в какой момент ты вообще поняла, что этот вид спорта может быть такой профессией, возможностью заработка и так далее? Поняла это, когда закончила высшее учебное заведение. Мне пришла такая мысль. А почему бы и нет? Почему я не могу зарабатывать на этом деньги, получать удовольствие, достигать какие-то результаты? И все, и пошло, поехало. А по первому образованию ты кто? Маркетолог. Маркетолог. Понятно. То есть тебе это не очень зашло, и ты такая, так, ну волейбол почему бы и нет? Давай, может быть, этим попробуем, поздравлюсь. Нет, на самом деле это достаточно интересная профессия, но волейбол перевесил. Ну да, да и мы о волейболе рассказываем, не будем об этом. Как только вводишь где-то в интернете Наталья Някина, сразу можно увидеть фотографии, где Наталья в пляжку рубится. Причем, мне кажется, фоток даже с пляжки больше, чем с классики. Это твоя отдушина, это твоя любовь. Что вообще это такое? Да, действительно есть такое, что когда заканчивается классический сезон, я играю в пляжный сезон. Для меня это, скорее всего, как, не знаю, оторваться. То есть если в классическом волейболе либера ограничен в каких-то именно элементах, действиях, то в пляжном волейболе ты можешь творить все, что тебе угодно. Вот, для меня это, скорее всего, как перевести дух, насытиться этими эмоциями, драйвом и вступить в следующий сезон с новыми эмоциями. Вот вопрос позиции твоей на площадке в классическом волейболе, он же тоже очень интересный. Правда ли, что ты не сразу стал либером? Да, это правда. Я была и центральным нападающим, и доигровщицей. Раньше в школьные годы, в студенческие годы не было такого разделения. Либераты, нападающие, все играли на каждой позиции. И когда уже я пришла в профессиональный вид спорта, нужно было определиться с той позицией, с которой я могу действительно справиться. То есть по моим параметрам и так далее. Вот, выбор пал на Либера, потому что, в принципе, быстрая, резкая, гибкая, но не такая высокая для центрального нападающего, например. Вот, выбор был сделан, и я об этом не жалею. Ну, а вот сейчас во время игр нет, вот ты говоришь, не жалеешь, да, что выбрал Либер? Нет желания там в какой-то момент? Их, сейчас бы как, я бы атаковала бы что-нибудь, как бабахнула бы, нет такого? А, первое время было. То есть очень хотелось нападать, вот, получить вот этого, таких эмоций, да, то есть ты забиваешь мяч, орешь, радуешься. Вот, но постепенно это все как-то утихло, ты переквалифицируешься на другую позицию, получаешь уже эмоции от той позиции, на которой ты играешь. Ну, сейчас, самый главный вопрос, который будет интересовать и меня, и всех болельщиков. Наталья Някина не волейболистка. Она какая? Наверное, в первую очередь креативная. Обожаю путешествия. Люблю готовить, гулять, кино, театр. А еще я обожаю смеяться. Это к тому... Это к тому вопросу-ответ. Какое твое самое любимое блюдо, которое ты любишь заказывать, например, и блюдо, которое ты любишь готовить? Я обожаю итальянскую кухню. Это в любое, какое бы ни пришло кафе, ресторан, это паста. То есть все время один выбор, паста, паста, паста. Вот, готовить... Я, скорее всего, люблю десерты. Это какой-нибудь меринговый рулет, морковный торт, чизкейк. Вот, что-то в этом стиле. Так, вот ты рассказываешь, что любишь готовить десерты, меринговые рулеты, чизкейки. Как тебе удается готовить всю эту вкуснятину и оставаться в прекрасной форме? Это важный вопрос личного характера. Это большой труд кушать все эти вкусности, но в то же время держать себя в форме. То есть где-то ты позволила, где-то ты отказалась от чего-то, где-то ты поработала над собой. Вот, и поэтому вот результат. Не наша история. Понеслась. Самое главное качество Натальи Някиной? Очень упертая, всегда иду к цели. Необычный факт, о котором многие не знают, о тебе? Ну, наверное, был такой день, когда я сидела дома, мне нечего было делать, было очень много свободного времени. И я подумала, а почему мне не поступить на второе высшее образование? Поступила и закончилась? Поступила, я написала диссертацию сама и закончила. Вот я летом получила второй диплом. Окей, поздравляем тебя с этим. Спасибо. И, наверное, самое главное. Самое-самое главное. Ты уже отвечала на этот вопрос, но все-таки я спрошу вот прям точно в лоб. Пляжный волейбол или классический? Классический. Все, кайф, спасибо тебе огромное. Вот, на этом мы тебя отпустить не можем. Решили с тобой сыграть в игру, которую назвали «Я узнаю тебя по голосу всегда». Ну смотри, принцип игры максимально простой. Мы попросили твоих однокомандников, всех, кто у нас есть в структуре клуба, записать тебе голосовое сообщение. И тебе нужно по голосу определить, кто это есть. Итак, поехали. Наше первое голосовое сообщение. Скажи, что меня не будет. Очень знакомый голос. Манзюк? Нет. Та-дет. Алена? Та-дет. Луня? Та-дет. Ну ты всех сейчас перечислишь. Давай оставим на конец. Хорошо, хорошо, договорились. Второе голосовое. Наташ, привет. Во сколько сегодня тренировка? А почему они так голос, знаешь, переделывают? Они записывают и переделывают прям так. Это вот в камеру. Смотри, Игорь, зачем вы переделываете голос в моей любимой команде? Это не ко мне. Тимошкова. Та-дет. Да, блин. К третьему перелезай? Да, к третьему. Это оставим на потом. На после сезона. Поехали, третье голосовое. Наташ, привет. Ты на сборы поедешь или в Туле нас подождешь? Подождешь. Она еще пародирует. Я вспоминаю. Издевается еще. Отгадать не могу, хоть поиздеваешь. Ефимова? Дай-дай. Бавыкина? Нет, я когда придумал эту игру, я понимал, что будет сложно, но что вообще мы не попадем. Включай Малыгину, я сразу узнаю ее. Скажи, что меня не будет. Малыгина. Она была первая, понимаешь? Вот, хорошо, с Малыгиной разобрались. Давай финальную, финальную. Резину взяла. Анастасия Дмитриевна. Все, давайте на этом заканчивать, ребята. Это была Наталья Някина. Все, кайф. Мы это сделали. Ура. А что там было реально? Подожди, вот. Наташа, привет. Это Пеш. Это Пеш. Это Пеши. Я отгадала. Плево. Спасибо. Ну что, друзья, сейчас итоги конкурса. Напомню, что в конце прошлого интервью мы вместе с президентом клуба Николаем Тереховым решили разыграть оригинальный мяч Суперлиги. Да и не просто обычный мяч, а еще туда и добавили автографы всех наших игроков команды этого сезона. Задача была максимально проста. Быстренько вам о ней напомню. Необходимо было придумать какую-то креативную идею, чтобы вы могли увидеть в нашем клубном магазине. И у нас есть победитель. Мы его с огромным удовольствием поздравляем. Вот он он и вот его версия. Можно ему там поаплодировать за той частью экрана. Это каждому свое. Но расстраиваться не имеет смысла для тех, кто не выиграл. Сейчас вы можете выиграть брендированную кепку и футболку по итогу уже этого интервью. Сделать нужно такую маленькую вещь. Придумайте нам какую-нибудь крутую кричалку, которой мы будем заряжать и поддерживать команду на протяжении всего этого сезона. Самую классную, креативную и забойную версию мы, естественно, выделим и вручим вам подарки. Так что увидимся!